этот вкусный суп я готовлю на курином бульоне 250 граммов филе бедра нарезаю порционным небольшим кубиком мясо кладу в трехлитровую кастрюлю наливаю полтора литра воды и ставлю закипать пока бульон закипает подготовим овощи одну морковь я натираю на средней терке одну луковицу нарезаю мелко один баклажан я порежу небольшими кубиками дальше я возьму три средних помидора на помидорах делаю такие крестообразные надрезы заливаю кипятком и оставляю на одну минуту тем временем порежу мелко один болгарский перец с помидоров сливаю воду теперь кожица с них удаляется легко и просто а теперь я их нарезаю небольшими кубиками к этому моменту бульон у меня закипает и я снимаю с него пену суп немного посолю сразу так бульон будет вкуснее добавлю пару горошин черного перца и один корень петрушки конечно же в очищенном виде кастрюлю накрываю крышкой и оставляю вариться на небольшом огне хорошо разогреваю сковороду добавляю пару столовых ложек растительного масла высыпаю сюда натёртую морковь и хорошо перемешиваю почти сразу же высыпаю лук и опять хорошо перемешиваю затем пойдут баклажаны сладкий перец и сочные помидоры конечно же опять перемешиваю все эти ароматные овощи посолим по вкусу у меня здесь почти чайная ложка соли поперчим хорошей щепоткой черного молотого перца и добавим чайную ложку приправы хмели-сунели снова перемешаем всю эту ароматную красоту если у вас нет приправы хмели-сунели добавьте вашу любимую приправу для овощей сковороду накрываю крышкой и оставляю овощи тушиться в собственном соку на небольшом огне пока на плите все тушится варится я порежу две картофелины как и предыдущие овощи картофель нарезаю некрупными кубиками и закладываю в кастрюлю через 10 минут суп переливаю в кастрюлю побольше это оказалось маловато тушеные овощи со сковороды перекладываю в суп суп попробуем достаточно ли соли может быть нужно добавить и еще оставим на пару минут покипеть чтобы все вкусы хорошо смешались и подружились а я пока нарежу вилка пару веточек петрушки измельченная петрушечка идет суп а также я добавляю в суп 3 зубчика чеснока перемешиваю накрываю крышкой и убираю с огня такой суп получается не только полезным но и очень-очень вкусно его можно готовить круглый год но осенью сезон урожая овощей его нужно приготовить обязательно я очень хочу чтобы этот суп порадовал вас и вашу семью подпишитесь на канал нажмите колокольчик под видео чтобы видеть и другие интересные рецепты очень вкусно будет подать этот суп со сметаной ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях а я желаю вам мирного неба и крепкого здоровья мы снова с вами увидимся в следующем вкусном видео